Вот исторически удивительный момент, этого никто не видел, кроме специалистов. Это вот тот самый Apple II, монитор Sanyo, японский монитор, который шел в комплекте. Тот, который с 87-го, где-то до начала 2000-х годов, управлял очень сложным комплексом данного музея. Старенькому Apple в пору самому отправиться в какой-нибудь музей. Тем не менее, здесь, в экспозиции, посвященной Ленину, он вполне может занять свое место. Ведь именно благодаря ему советские специалисты смогли создать нечто, на тот момент не имеющее аналогов в музейном деле. Но обо всем по порядку. Нашим экскурсоводом стал заместитель директора музея-заповедника Горки-Ленинские по научной работе Борис Власов. Это здание, этот музей получился, во-первых, последним музеем Советского Союза, последним крупным музеем Советского Союза. И самой высшей точкой советского агитационно-пропагандистского искусства в музейном деле. Это такой своеобразный хай-энд в музейном деле. И многие решения, примененные в этом музее, не имеют аналогов до сих пор. Проектировать музей пригласили двух ведущих экспозиционистов из Ленинграда – Владимира Ривина и Владимира Короткова. Они предложили совершенно новый, необычный для музейных комплексов подход. Это совмещение классической музейной экспозиции с тем, что они назвали идейно-эмоциональными центрами. Эти самые центры похожи на кубы, всего их пять. Они представляют из себя интерактивные инсталляции, когда за стеклом появляются и исчезают различные объекты, чередуются видео и архивные фото, рассказывающие о жизни вождя мирового пролетариата. Всем хотелось услышать ответ от Ленина, которому доверяли больше, чем себе. По замыслу авторов, такие мультимедийные инсталляции должны были вызвать у зрителя определенный эмоциональный отклик. По меркам 80-х годов, замысел был более чем грандиозный, но тут нашла коса на камень. Эти сложные системы должны были чем-то управляться. То есть нужна была компьютерная система, которая будет осуществлять и мониторинг этого действия, ну и, собственно говоря, руководить самим процессом. А вот здесь вот эта проблема-то и возникла. Советский Союз на тот период не обладал компьютерными технологиями, которые позволяли это сделать. Выход подсказал молодой американский предприниматель Стив Джобс, глава неизвестной в СССР компании Apple. В 1985 году советское правительство заявило о планах компьютеризации школ. Этим и решил воспользоваться Джобс, чтобы выйти на огромный советский рынок. В СССР у него состоялось несколько встреч, как с представителями научного сообщества, так и с руководством Советского Союза. Он много говорил о МАКах и ОБЭПах, об их возможностях и сказал, с помощью этих компьютеров ваши дети смогут разговаривать с Лениным. И более того, Ленин сможет отвечать им. Существует легенда, но очень близко к реальности, что Джобс предложил представителям руководства страны компьютерные модели управления экономикой. Но они в силу возраста и в силу культурного бэкграунда просто не поняли, что им предлагает Джобс. Сотрудничество не сложилось, но советские специалисты получили представление, какие задачи может решать компьютер Apple. И создатели музея тоже поняли, это то, что нужно. Оборудование заказали у авторитетной среди музейщиков английской фирмы «Электросоник». Система управления, которую разрабатывал «Электросоник» под названием «Электросоник 4000», она включала в себя Apple, второй Apple, как интегрированную единицу. И эти системы были по договору поставлены в Советский Союз, включены в систему управления этим музеем. До начала 2000-х компьютер исправно работал, потом его заменили на более современное оборудование. А вот управляется мультимедийная система, как в таких случаях принято говорить, по старинке. Замечательную штуку, посмотрите, пожалуйста. Это первый в Советском Союзе пульт дистанционного управления в музейном деле. И он сделан как специально для музея Ленина, как здесь написано, но не кем-то, а именно фирмой «Электросоник». И именно этими пультами мы управляем этой экспозицией до настоящего времени. Долгое время Apple пылился в подсобном помещении, пока его происхождением не заинтересовался Борис Власов и не открыл интереснейшие страницы истории создания музея Ленина. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.